Доброе утро! Сейчас ноябрь, осень 30, 9 ноября. Я только что встала и решила снять влог, чем я занимаюсь. Еще даже не знаю, что я буду делать. Встала, еще даже не умывалась, это мое естественное лицо. Говорится, может что-то есть с утра, вся опухшая. Я согреваю кошки каждое утро, каждый день, горелку. Такой специальный чехол, чтобы не обжигаться. У меня точно такая же горелка есть, я себе вот под бочок или под жопку, чтобы не мерзть. Очень классное средство, она кроваловки 5 минут и она теплая весь день. Как я борюсь с отеками? Немножечко опухшая, плечик у меня такой, как муж говорит, наливное, но я говорю у него так же. Итак, как я спасаюсь? Сто прыжков. Так, я готовлю завтрак. У меня небольшая перестановка на кухне. Портрет поставила сюда. Здесь хлебница, яйцеварка, кофемашина. Там все витамины мои, здесь аффирмации. Так, здесь у меня немножечко мусор, кружки, чайники, мой поднос с солью. Тут я готовлю завтрак и он уже готов. Ягоды и арахисовая паста по вкусу. Черный чай. Это завтрак кошки. Я прекрасно понимаю, что здесь нет ничего натурального, но, к сожалению, мясо так и не съест. Купила ей сердечки, она съела сердечко наполовину. Говядину, курицу так себе ест. Ну, чтобы с голоду хоть не умирало, мы ей даем лекарства. Нам важно, чтобы она питалась. Поэтому вот это. Это ее специальная мисочка. Так, давай, давай кушать, кушать. Так, ее влажный корм, это ее завтрак. Тут у нас фонтанчик. Это очень выгодное, очень классное предложение. Меняем воду раз в неделю. Здесь фильтр, все фильтрует. Меняем раз в неделю, моем раз в неделю. Так, хомячим. Знаю, что кошке запрещенный прием. Капаю у тебя как? У нас аллергический дерматит. Меняем питание, но мясо она есть не хочет. Хочет есть влажный корм, а точнее подливку во влажном корме. Поэтому покажу запрещенный прием, немножко другой. Знакомьтесь, кот Оскар. Привет! Кто меня встречает? Привет, дружок! Пойдем? Пойдем, пойдем. Пойдем покушаем. Показывай. Показывай. Как дела? Ну, давай, рассказывай, что у тебя там по еде. Так, ну ты почти ничего не ел. Совсем чуть-чуть воск. Как у тебя дела? Показывай. Ты соскучился. Ты соскучился, мой сладкий. Как ты? Оскар, ну как дела? Видите, какой хитрый жук. Пьет водичку только из-под крана. Текущую воду. Да? Оскар, оставайтесь увлажненным. Ну ты мой хороший, ты мой дружок. Давай, водичку-то выключим тогда, если ты не пьешь. Как ты, мой сладкий? Оскар. Такой сладкий пирожок. Порода Тоби или Тоби, да? Ты мой хороший такой мальчик. Да? Двенадцать ему лет. Ну вот. В просвете сил такой прям. Пирожок. Так, чем мы тебя кормим, да, Оскар? У нас с тобой влажный пакетик. Будешь? Будешь кушать? Ой. Влажный пакетик. Или ты не голоди? Давайте погладим, погладим. Жопкин. Такой хороший пирожочек, да? Ваш завтрак. Кода. Оскар. Оскар. Ваша еда. Пожалуйте. Так, очень интересно. Влажный корм. И сухой корм преподносится на вот таком милом котике. И смотрите, мусорная корзина, думаете? Ага. Вот это было. Это сухой корм. Так понять, что кот хочет пить из-под крана. Он подходит к крану и начинает его лизать. Ну, чтобы не осталось. Свежая водичка гораздо вкуснее. Ну, кто такой красивый-то? Ой, кто такой красивый. Да, такой сладкий пирожок. Давай сделаем совместное. Ну, мусор. 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 Мусор ты опять пить хочешь? Нет? Смотрите, какая прелесть Это мои новые червички Наказала я их на сайте Они написаны, что сделаны в Польше Это войлок Также написано, что это все вручную Войлок, все вышито Думала, они будут теплее Но в принципе норм И в них очень весело Мне прям не очень нравятся Бабушка стайл Но они мне кажется очень классные Так, моя бьютина начинает с моей руки У меня вот эта вся нижняя часть в прыщах Потому что все мы носим маски И вот эта часть у меня в прыщах И это оказывается, знаете, уже придумали Те, Решмин, маскне Не одна я страдаю из-за вношения масок Что у меня все в прыщах Так, дальше использую тоник Марио Бодеско У меня от них Штука, которая подсушивает прыщей И мой совет, никогда не мажьте вот эту штуку Где-то в районе глаз Потому что я как-то намазала Легла, кусочек откололся Попал мне в глаз Все это мучает, это щипало И, короче, это был неприятный эпизод Ну, все нормально Я вымыла этот кусок Итак Немножечко нанесли Сейчас он немножко подсохнет Дальше я использую сыворотку С витамином С и салудкой Какой-то тайский бренд Ну, в принципе, нормально Кожа увлажняет И прощения как-то, надеюсь, быстрее заживают Так, нанесла И Крем для глаз Более-менее окно Не буду повторять И как-то пользуюсь без удовольствия Что-то я вообще не подружилась с этой маркой Мне ничего, по сути, не нравится Ну, в принципе, норм У этого крема есть капсулы Которые растворяются И все ваши глазки в блестках У тебя сияющие частицы Чтобы не было видно морщин И я использую для лица Вот такой Аведо Увлажняющий лосьон И можно увлажнять и руки И тело И здесь 150 миллилитров Хватит надолго Я увлажняю все тело И руки, и лицо И также это Чтобы немножечко сделать себя свежей Нанесу немножечко Это бэка, шайбочка Ничего не замазывать Но теперь как бы и не так видно Прозрачный эффект Что-то такое более-менее свежее Немножко брови Это у меня Кула-Сья Тушь для бровей Они типа и форму держат, и цвет дают Для меня это отлично Так, ну Вот этих, друзья, я замазывать не буду Пускай заживают У меня что-то хочется перед вами покрасоваться Поэтому я еще вот такой вот У меня тинт Мне не понравился Да, вот так Вот реклама Не благодарите Да, здесь могла быть ваша реклама Почему не понравился вот этот тинок розовый? Он прям очень розовый Но губах вообще не понравился Так что вот так вот Теперь покажу вам мой завтрак Здесь готовится заготовка на обед Будут битый картофель Здесь я сварила вчера на несколько порций гречку Чтобы каждое утро не варить, а разогревать И гречку можно есть совсем Сегодня у меня будет помидор Ну масло это каждый день И я добавлю кусочек выдержанного пармазана Его надо прям топором разрубить Потому что он еще очень жесткий Вот что у меня получилось У меня уже прям действительно текут слюнки Так, от завтрака плавно перетекаем в обед Так, приготовить бургеры Ну это просто котлеты И я в последнее время люблю их не жарить на сковородке А запекать в духовке На гарнир утром Я отварила картофель в мундире И сейчас мы его сомнем и сделаем мятой картофель Или как, бидой И запекать я, наверное, буду при 180, наверное, минуток 30 25-30 минуток Пока у нас духовка разогревается И готовятся котлеты Нам нужно приготовить бидый картофель Для этого нам нужно Подготовили основу для вопекания И теперь картофель Лопатка И давим в такую котлету Это называется митый Битый Митый Битый картофель Я возьму кулинарную кисть Небольшую тару Наливаю сюда масло И потом И хорошенечко промазываю все складки Чтобы у нас не засох А хорошенечко все зажарилось Соль Черный перец И сегодня попробую траву Орегано В разогретую духовку Минуток на 30-40 Все запекать Чтобы все это хорошенечко подрумянилось Вот что у меня получилось Смотрите, какая она ароматная Зажаристая Здесь у меня запеченные котлетки И подавать я это буду Сама квасила, сама резала Как это? Сама шинковала, сама квасила капусту По рецепту моей мамы Делюсь с вами рецептом На 1 литр воды 1 столовая ложка соли В кипяток И когда все это остынет 1 столовая ложка меда Заливается вся капуста Настаивается Квасится 3 дня Я квасила в большой посуде И после того, как прошло 3 дня Она уменьшилась И я переложила В такую маленькую баночку Икея И сейчас буду пробовать У моей мамы это получается гораздо вкуснее У меня в первый раз почему-то Она даже горчила Я даже не знаю, с чем это связано Надеюсь, сейчас капуста получится Идеальное сочетание квашеная капуста Картошечка Просто У меня аж слинки текут Мне пришла посылка Фортон Мэйс Потому что я ее заказала Она мне и пришла Логично Вау Какая красивая упаковка Какао Так Я заказала без подсластителей Без сухого молока Обычно черное какао Буду делать На овсяном молоке Ммм Такая вкусняшка Видите, как они любят украшать Все цветами Так Это конфеты Роза и джин Трюфели Угу С алкоголем Интересный цветок-то, наверное, можно есть? Вот какая внутренность Ну вкусно Что в муслифт? Эрл Грей Это черный чай С цитрусовыми лодками Ириш Брайс Красоти Написано, что это очень крепкий чай Это очень крепкий чай Он как раз для ранних пташек Что Если кофе не пьет Вот как раз Очень крепкий Черный чай Ирландский завтрак Один из моих любимых чаев Это Роял Блэн Это Мелколистовой Черный чай Очень крепкий Очень насыщенный вкус Написано, что он был разработан Для короля Эдварда Седьмого Я сейчас открыла какао Я прям вижу здесь Прям кусочки горького шоколада Очень-очень ароматно Но, к сожалению, из-за упаковки Это не эко-френдли Я сейчас открыла чай Ирландский брекфаст И он вообще Я даже не знаю, как это назвать Тип чая Это как будто гранулы Но он вроде бы нерастворимый Какой-то прям супер-супер мелко помол Ну, вот такой вот Супер измельченный До этого я еще брала чай Мне очень нравится Королева Анна Он крупнолистовой Вот Королева Анна Именно крупнолистовой И такой Легкий Легкий Терпкий вкус Легкий черный цвет Ну, если у мелкого помола То он и крепче будет Логично, да Сейчас время готовить ужин Здесь будет что-то интересненькое Итак, кастрюльки я отварю Цельно-серновая Вот это будет лапша Здесь он готовится 5 минут А на сковородке я вздушу Вот такие вот овощи И получается такой Вегетарианский у меня ужин Здесь моя лапшичка 5 минут варится И потом я ее перекладываю сюда Вместе она тушится еще пару минут Даже можно не тушить А в принципе сразу и подавать Перемешать Но не взбалтывать Вот что у меня получилось Мне кажется, что это более в азиатском стиле Приятного аппетита Нечерняя рутина Гидрофильное масло На сухое лицо Я забыла волосы убрать И теплую воду смываем Итак, второй Сушит кожу По крайней мере, мою Тонер Серу Тот же, что и утром И завершающий этап Это маска невесты По сути, это как плотный Такой жирненький Ночной крем Приятного аппетита Я его размазала Вот и все День номер два Я начинаю завтракать Сегодня не хочу гречку Хочу бутерброды Вот с икрой Нашла в Айтросе Вот такая икра Тор Это вроде форель 96% икры Остальное все соль В принципе, неплохая икра Ну как неплохая Я хорошую эту икру не ела Я не знаю, какая Должна быть идеальная Пью кофе с молоком С овсяным И добавляю такую штуку Для мозгов И для желудка Для иммунитета То есть Такая вот какие-то Наталья Ботаниклс Ну короче Для кишка И для мозга Вот такой вот мой завтрак День два Я только что из душа Собралась Вот сейчас завтракаю И надеюсь у вас все хорошо Как все британские блогеры говорят I hope you well Ну я надеюсь у вас тоже все хорошо И знаете Хочу вам сказать Хорошую новость 2020 года Я купила семейную подписку На ютуб На семью это стоит 17 фунтов А там до 5 или до 6 человек Можно пригласить в эту семью И вообще это изменило мой мир Я смотрю ютуб без рекламы В последнее время реклама все чаще вставляется Я не против рекламы Ну в какой-то адекватной количестве В каком-то адекватном количестве А тут реклама Каждую минуту И еще по 20 секунд Которую пропустить нельзя Это я прям вскипела И говорю Все Я покупаю семейную подписку На ютуб И знаете Я такая Как это Я такая смотрю Вообще ни одной рекламы Я такая думаю Как раньше мы смотрели И с рекламой Что мы такие Серьезные Я слышала что в России Что там подписка На одного человека Стоит 200 рублей И я такая Ого А у нас где-то 10 фунтов Или 11 То есть 1000 рублей 200 рублей Это вообще Как в России У вас такие выгодные цены Смотрите Ютуб без рекламы Это вообще идеально И я вот сижу монтирую Тра-та-та Тра-та-та Сейчас я поем И пойду прогуляюсь в парке Я выбралась немножко прогуляться в парке И вы только смотрите Как тут много людей Как много людей Все трепинки заполнены Поэтому я иду по траве Так Небо фокусируется Вы только посмотрите Какое красивенное небо У нас карантин Уже с 5 числа Мне кажется Мы его провалили Потому что погода Офигенно классная Сейчас градусов 15 И Несмотря на то Что рекомендуется работать дома Магазины Аптеки Открыты Все остальное закрыто Некоторые кафе на вынос Это как каникулы ощущаются Потому что люди гуляют С собаками Люди гуляют в парке Физкультура И нас тут большое количество У нас в парке есть Свои звезды Это две козочки Их кормить нельзя Но они так любят посмотреть Кто что пришел Что принес Понюхать Погладить их тоже не получится Здесь Такой вот забор Ну это типа Для них заповедничек Они живут В таком полигончике У них есть И сено И трава И можно попрыгать С такой Не знаю Площадки детской ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Такие игривые Итак, уже вечер Я готовлю ужин На ужин у нас сегодня будет Что-то по типу шаурмы Я купила в Айдроуз Вот такие Тортилли в рапс В рапс Искала, конечно же, лаваш И, конечно же, я его не нашла В итоге будет что-то типа Что-то типа шаурмы Поэтому я поджарила Сейчас у меня немножко остывает Курица Я взяла обычную грудку Замариновала в специях И по 4,5-5 минут Обжарила с каждой стороны До золотистой корочки Сейчас масса лишняя впитается И я мелко нарежу Как я это буду делать? Сейчас возьму майонез Помажу тортилью Немножко курицы Немножко овощей Перец, огурец, морковь, лук И все это заворачиваю И в духовку Ну да, у меня сейчас, конечно, тут Я все жарила, все в масле И в духовку на 5-10 минут Посмотрим по состоянию Субтитры сделал DimaTorzok Вот что у меня получилось При 180 я минут 10 их подумянивала Надо быть осторожным Потому что очень горячо Вот что внутри Ароматно и вкусно получилась курица Можно делать даже с сосисками и сыром Будет так же вкусно Приятного аппетита Вкусно Еще бы добавить сыр И получится общая сказка Всем привет День 4 Я только что вернулась из магазина И вот обзор продуктов Потребительская корзина Номер 745 Потому что, мне кажется, я уже 100 раз показывала Что мы покупаем Итак, на ваших глазах Лежит 70 фунтов Ну, точнее 69-61 Ну, вот Вы видите здесь 70 фунтов? Нет, я не вижу Итоги, что я взяла Рыба замороженная Рыба свежая Курица Ягоды замороженные Капулина еда Сыр, хлеб И какие-то овощи Ягоды, фрукты Дала себе обещание Лариса, покупай Меньше упаковки Сейчас схожу С сумкой-тележкой И вот с такими авоськами Или как это С пакетиками Я их заказывала на Алиэкспресс Я не знаю, сколько они По одному фунту, что ли, были В принципе, можно самой сделать Но мне нравится вот эта концепция Что с такой завязкой Да, и вот еще масло, молоко Нет, яблоки сырыми есть Я их не могу Я их запекаю И поедаю запеченными На печеные у меня реакции нет Аллергической Вот он мой идеальный десерт Это запеченное яблоко Я запекала при 180 Наверное, минут 40-45 Сверху я капнула Мед Капелька меда Идеально, когда яблоко кислое Запекается из капельки меда Просто Просто объедение Так, всем привет Уже следующий день, наверное, пятый Моего влога И я готовлю обед сегодня Сегодня я решила приготовить Куриный супчик Начинаю варить бульон Здесь я как раз заказала Органическую курицу Которую прям доставили По Диэтшилл к нам домой И секрет Секрет вкусного бульончика Оказывается в овощах Которые нужно варить Вместе с курицей Я порезала луковицу И хорошенечко ее прижарила Чтобы она подгорела Вместе с морковкой И эту горелую морковку с луком Отправляю в бульон И получится феноменально вкусно Не побоюсь этого слова Секрет в том, что здесь Когда лук и морковка подгорают Они создают такую карамельную нотку И я вам рекомендую попробовать Да, и мой секретный ингредиент Это цукини, кабачок В конце, когда уже все будет готово Я добавляю кабачок И он обычный куриный супчик Делает еще вкуснее Я когда обжаривала морковку с луком Я добавила куркуму И теперь у меня вот такой золотистый цвет у супчика Слушайте, пахнет аромат Вкус просто объедение Простой и легкий супчик Ну как легкий, если мясо жирное Наверное, уже не легкий Но курица прям очень Видно, что органическая Потому что она очень долго у меня разваривалась И мясо такое жестковатое Наверное, курица все-таки побегала Продолжая снимать свой влог Получается шоппинг-влог Это очень очень популярно здесь Я знаю только два места На Ковангардоне И набор в маркете Я там была один раз В принципе, мне понравилось Я заказала Вот какая-то фиолетовая И рыжая Бразилия И Боливия Прямо сейчас кофейку сделаю Каждый раз, когда я сажусь на карантин Ну, у нас сейчас локдаун, да? Ведь в карантине Новая пижама Работа хлопок с вискозой Но это вроде бы стопроцентный хлопок Какие прикольные домашние штанцы Типа я сижу дома В штанах и со стрелками Ну, конечно же, да? К ним будут идеально подходить Мои бабушкины черевички Что, мне кажется, они маленькие мне будут Мне в них комфортно Здесь вроде 98-99% хлопка Кажется, что где-то 2% хлопка Они очень такие эластичные, тянущиеся Это какой-то мамфит И я их взяла, чтобы по дому ходить Чтобы я такая деловая колбаса Ну что, с удачным меня шоппингов? У меня давно не было шоппинг-влога Потому что я шоплюсь, но ничего не снимаю И вот в этом влоге я отрываюсь по полной Распаковка Надеюсь, в ноябре это будет моя заключительная распаковка Здесь маска, видите, какая Очень долгожданная Я очень долго на это смотрела И вот благодаря Черной пятнице я решилась Это французский чугун Эмалированный Очень дорогой Давайте откроем Потому что это волнительно для меня Мне сразу положили подарок Это такие силиконовые штучки Штучки-прихватки Сделаны во Франции Компания 1925 года Обещают, что подходят для всех плит И даже можно мыть посудомойки Прикольненько Упс Ну весьма тяжеленько Такая малышка Я даже не знаю, по ходу дела Мне придется ее вернуть Потому что У меня 22 сантиметра Я заказывала 22 сантиметра И я думала, что это по Вот этому диаметру 22 сантиметра А здесь 17 сантиметров Блин Это такая подстава Вот эта комфорка у меня 22 сантиметра И я думала, что оно Не по верхнему диаметру А по нижнему диаметру Будет Зачем мне знать Насколько широкая сковородка Если мне важно, какое у нее дно ширины Вот так я тут посмотрела И у меня вот эта комфорка Как раз, в принципе, подходит Сколько она? 18 сантиметров Я думаю, в принципе, мне все равно Нужна была маленькая сковородка И если мы с ней подружимся Я куплю большую чугунную сковородку Плюс еще вот этой марки Не надо вот это Счищать этот верхний слой Можно просто помыть И сразу готовить И надо быть очень осторожным И использовать деревянные лопатки Чтобы это ни в коем случае не поцарапать Цвет очень красивый Марина Морской Возможно, вы узнаете эту марку По таким вот рыжим И все-таки интуица мне говорила Надо идти в магазин, там смотреть, трогать, мерить В интернете заказывать Это опасное дело Потому что вот еще раз Диаметр по верхней, по широкой А не по нижней Хотя мне вот нужен был вот этот диаметр Она стоила 180-190 И благодаря Черной пятнице Я ее купила за 111 Это дорого Это самая дорогая сковородка Что у меня есть Если у вас есть что-то от этой марки Пишите в комментариях, как вам А французская марка называется Le Creuset Итак, мое первое блюдо В моей самой дорогой сковородке Я сейчас жарю здесь куриные ножки Пока они жарятся, зажариваются Так, закрою, чтобы Не брызгало масло Я сейчас туда заброшу овощи Какие у меня были Лук, перец, кабачок Или цукини Для сытости туда еще закину картошку После того, как это у меня все зажарится Я закидываю туда тушить овощи Минут 20-30 И я думаю, будет моя рагу Как это можно сказать? Не запеканка, а тушенка готова Вот что у меня получилось Мясо очень мягкое, нежное Овощи потушились Салат у меня просто огурчик свежий В принципе, мне нравится Здесь порция Хороша такая посуда Здесь сразу на двоих готовишь То есть не надо Приготовил и сразу съел Вот что я хотела сказать Не надо все это будет разогревать Я рада была вместе с вами провести это время Мне нравилось снимать Готовить, распаковывать Рада, что вы досмотрели до конца Пишите ваше мнение Делитесь в комментариях любимыми рецептами Может, я что-нибудь приготовлю Если у вас есть такая же посуда Пишите в комментариях Если пользуетесь такой же косметикой Пишите комментарии Пообсуждаем, поделимся И спасибо, что смотрели Всем пока! Мальчик, мальчик Ну что же ты стоишь? Не упускай свой шанс Зачем же ты молчишь? Мальчик, мальчик Ну что же ты стоишь? Ага Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok